Лифт появился в поликлинике больницы имени профессора Война-Ясенецкого. Пациенты ждали его много лет. Необходимость в нем была острая. Некоторые диагностические кабинеты, включая рентген, находятся на третьем, последнем этаже. И добраться до них людям с тяжелыми травмами или пожилым было крайне сложно. Теперь проблема решена. Комфортный прием в репортаже Ульяны Крамаренко. В поликлинике городской больницы имени профессора Война-Ясенецкого долгожданное событие. Открытие лифта. Им будут пользоваться и медики, и, конечно, пациенты. В основном пациенты у нас приходят здесь по привычке. И берутся за поручни и потихонечку начинают подниматься вверх. Когда узнали, что это будет чудесное такое средство перемещения в пространстве, то они, конечно же, были весьма довольны. Давайте я вас провожу. Пойдемте. Жительница северного микрорайона Вере Чечелевой нужна к терапевту. Его кабинет на третьем, последнем этаже. Обычно добраться до него для пенсионерки – отдельное испытание. Но теперь это, наконец, в прошлом. Я сегодня уже и на третий, и на второй, и еле иду. Теперь на лифте. А сейчас верно лифте. Это прекрасно. Я этого и ждала, потому что я такой клиент, что часто посещаю больницу. Ежедневно в поликлинику приходит более двух тысяч человек. Много пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Диагностические и лечебные отделения разбросаны по всем этажам. На третьем, например, расположен рентген-кабинет. Подняться туда, допустим, с переломом ноги было проблематично. Долгое время решали эту проблему буквально вручную. Нам организационно приходилось выделять даже людей для того, чтобы, например, людей с колясками поднимать на верхние этажи. Помогать малоподвижным людям с преклонным возрасте подниматься на эти этажи, сопровождать их. В поликлинике больше 50 лет лифта в нем никогда не было. В прошлом году по программе модернизации первичного звена его решено было установить. Для этого к зданию пристроили шахту и утеплили ее. Самая большая сложность – подключить лифт. Дополнительная энергонагрузка не была предусмотрена изначальным проектом здания. Плюс перепланировка. Но это того стоило. Он сам по себе уникален. Технологические решения, которые здесь были реализованы, пока нигде не были применены. По сути, у нас больница воина Синецкого явилась пионером, прототипом дальнейшего размещения лифта в других учреждениях. Пристройка лифта обошлась в 30 миллионов рублей. Это средства краевого и федерального бюджетов. Теперь при необходимости лифтом оснастят и другие поликлиники Хабаровского края. Первая на очереди – центральная больница Комсомольска на Амуре.